Приветствую вас. Вопрос про то, что женщина 33-х лет боится отношений, вот. Я, честно говоря, не знаю, стоит ли этот вопрос читать, потому что, в принципе, он про одно и то же, вот, с несколькими такими фактами, которые являются, как бы, на мой взгляд, важными, вот. Ну, наверное, все-таки, давайте я, может быть, именно сам вопрос читать не буду, а вот пройдусь по нему, давая какие-то комментарии, так, наверное, будет лучше. Итак, у меня проблема с налаживанием своей личной жизни. Что мы здесь видим? Мы здесь видим акцент на личную жизнь, выделение ее в какую-то особую сферу. Да, в сфере личной жизни, безусловно, присутствует, но присутствует она всегда, как правило, с внешней стороны. Когда мы говорим про того или иного человека, мы говорим, что в личной жизни он такой, в профессиональной жизни он такой, в еще какой-то сфере, например, в сфере творчества, если эта сфера не совмещается с профессиональной, то он такой и так далее. Но с точки зрения человека, с позиции человека, мне кажется, что эти сферы, хоть и разделяются, раскраничение их довольно-таки формально. Потому что любое выделение той или иной сферы жизни в какую-то одну, ведет к сведению в эту сферу мотивов и потребностей, не связанных с этой сферой. В принципе. Яркий пример. Азартные игры. Много людей играет в азартные игры. Но давайте честно признаемся в том, например, что хотя многие люди в азартные игры играют, далеко не все люди являются зависимыми от азартных игр. Почему? Потому что эти люди не помещают в сферу азартных игр другие мотивы. И мне кажется, что это очень важный момент. Здесь мы видим ситуацию, которую человек выделяет, именно что выделяет свою личную жизнь как отдельную сферу. Это, конечно, небольшая проблема, потому что из-за этого выделения он, в смысле человек, человек не может вести себя в этой сфере достаточно адекватно. не может быть в этой сфере, как мне, по крайней мере, кажется собой. И отсюда возникают трудности. Отсюда могут возникать проблемы. Поэтому первый вопрос, который хочется задать вам, звучит так. Какие ваши собственные, так скажем, потребности вы пытаетесь реализовать в личной жизни? Ну, например, что-то из этого уже, так скажем, вы описываете. А именно, проблематику с самооценкой, вероятно, это мое предположение, потребность в любви, непринятие себя, одиночество, страх одиночества. Да? Возможно, некоторая нереализованность, потому что вы знакомитесь в интернете. Это, как бы, несколько тоже, на мой взгляд, по крайней мере, несколько специфичная история, потому что знакомство в интернете не лучшее решение для серьезных отношений. Хотя бы потому, что он там достаточно легко выбирать. И именно такой, что называется, легкий выбор, легкость выбора, а также непривязанность людей, конечно, создает ощущение несерьезности отношений. Поэтому мой вопрос, касающийся именно вот того, что вы пытаетесь реализовать в сфере личной жизни, является очень важным. По крайней мере, я надеюсь на то, что вы со мной в этом согласитесь. Все-таки и постарайтесь в какой-то степени разгрузить эту сферу. Постарайтесь разгрузить сферу своей, так скажем, личной жизни. Потому что в противном случае вы можете потерять для себя возможность быть естественным в этой сфере. Чтобы быть естественным в сфере какой-то, нужно чтобы мотивы этой сферы не перегружали ее. Если перегрузка происходит, то, ну вот, получается то, что получается. То есть, иными словами, ничего хорошего. Понимаете, да? Надеюсь. О чем идет речь, что я пытаюсь сказать. Дальше идем. Дальше идем. Мне 33 года, у меня не было ни разу взаимных гармоничных отношений. Ну, опять же, здесь невольно напрашивается вопрос. Вас больше волнует, что вам 33 года и вы, может быть, останетесь одна? Вас больше волнует, что в 33 года у вас не было серьезных отношений и вы из-за этого чувствуете себя неполноценной? Вы сравниваете себя с другими людьми, а такой опыт, судя по всему, у вас есть. И сравнение это не в лучшую сторону. И вы пытаетесь таким образом, ну, как бы через, через в том числе построение лишних отношений, доказать себе, что вы не хуже других. Или вас волнует то, что вообще-то у вас как-то не получается, ну, вот, нам, ну, не получается устраивать отношения. Как-то вот, может быть, вас волнует то, что вам не очень хочется делать человека в отношениях с вами счастливым. Может быть, вас волнует то, что у вас, например, почему-то нет ресурсов на то, чтобы делать человека счастливым в отношениях. А может быть, вас волнует то, что, как бы, что вам не хочется чего-то давать людям? Я имею в виду, опять же, мужчины. Это вопрос. Дальше. Что такое гармоничные отношения? Вообще, с учетом того, что у вас есть некоторый типаж мужчин, как вы и сами говорите, вкладывается ощущение, что есть не только типаж мужчин, но есть, знаете ли, типаж отношений. Вот я хочу определенных отношений. Я хочу отношений таких, как я их вижу. А реального человека, реальные ресурсы, например, свои ресурсы, я игнорирую. Забегая чуть вперед, хочется еще спросить у вас вот о чем. Тот типаж мужчин, который вам нравится, вот что вы вкладываете в то, что вам нравится, определенный типаж. Ну, мужчин. Я думаю, ведь совершенно точно что-то вы в это вкладываете. Мне бы очень хотелось понять, что именно. Ведь человек может нравиться по нескольким моментам. Вам может нравиться человек в контексте того, что вы хотите, повторюсь, сделать его счастливым. Вам может нравиться человек в контексте того, что вы понимаете, что, ага, от этого человека я могу что-то для себя получить. Наконец, вам нравится человек, потому что, ага, я с ним себя как-то чувствую. Так что же происходит с вами? Вот это вопрос, на который, мне кажется, вам не помешало бы поискать ответы. Это важный вопрос. Что вы вкладываете в то, что вам нравится, определенный типаж. Ведь одно дело, если с определенным типажем в отношениях вы хорошо, скажем так, подходите по контакту. То есть у вас хорошо складывается с таким человеком. Контакт, то хорошо складывается с таким человеком. Общение, вам не нужно кого-то из себя строить и так далее. Это одно дело. И совсем другое дело, когда вы тяготеете к определенному контакту только потому, что вам чего-то хочется. Вы понимаете? Ага, именно с этим человеком я могу получить то, что мне нужно. Ага, говорите вы, именно этот человек может дать мне то, чего я, например, хочу. Понимаете, да? Поэтому здесь подобный аспект, мне кажется, нужно разграничивать. Хотя бы для того, чтобы не мешать все в одну кучу. У нас и так есть, так скажем, некоторое наложение одного на другое. Есть некоторое обособление личной сферы. Ну вот, давайте не будем хотя бы усугублять эту ситуацию. Давайте хотя бы постараемся не идти туда как бы еще больше. Понимаете, да? Надеюсь, что я здесь имею в виду. Вот. Было бы очень хорошо, если бы вы следили сейчас за вот моей мыслью, да? И как бы, ну, отдавали себе отсчет в том, что я пытаюсь сказать. Совсем идеально было бы, если бы вы не видели в этом какую-то попытку отвратить вас от изначальной цели. Более далекой от своей цели вы не станете. Но свободнее можете стать вполне себе. Но для этого, повторюсь, вам нужно именно рассмотреть эти моменты. Несколько, что называется, расширить свое восприятие. Я, правда, не знаю, вот готовы ли вы к этому. Но, надеюсь, узнаю вашу обратную связь. Дальше. Так. Все было временно и настоящей любви я пока не узнала. А вот в каком смысле вы пока не узнали настоящей любви? То есть вы имеете в виду, что вы не узнали настоящей любви в контексте того, допустим, например, что не любили вас. Или вы не узнали настоящей любви в том контексте, что вы никого не любили. Ведь понимаете, какая штука? То, что вы говорите, очень сильно напоминает историю о том, что вы не любили. Понимаете? Вот очень это напоминает именно то, что вы не любили. И то, что вы тяготете к тому, чтобы полюбили как-то вас. То есть вы говорите, меня не любят, да, меня или там, не знаю, меня ни разу, например, не любили. И я от этого чувствую себя какой-то вот несколько не такой. Мне кажется, что подобные вещи нужно как минимум разграничивать. Потому что если вы говорите о том, что вы не знали настоящей любви, то это про, на мой взгляд, про то, что у вас не появлялось желание, например, сделать кого-то счастливым. Не то, что бы вы должны. Вы не должны. Но если мы говорим о любви, то мы говорим об этом. Поэтому очень важно, на мой взгляд, отдавать себе счёт в том, что вы имеете в виду, говоря про то, что вы не знали, как вы пишете настоящей любви. Здесь, конечно, на мой взгляд, органично вписываться бы ещё такой вопрос. А что такое вообще настоящая любовь? Что это? Что такое настоящая любовь? Как понять, что любовь настоящая? Вот тоже хотелось бы на этот момент обратить внимание. Ведь каждый человек любит, в общем-то, по-своему, не сказать, что есть какие-то стандарты, так скажем, любви. Дальше. Почти два года я одна. А что было до этих двух лет? У меня есть свой типаж мужчины по внешности и по характеру, который мне нравится. Чем? Знаете, то, что вам нравится какой-то вот тип мужчин или мужчины или тип мужчин, вот, я бы сказал, ещё не означает, что у вас с ним могут быть отношения хорошие, по крайней мере. Потому что, нравится, что мужчина может быть в контексте потребностей, как я уже говорил, а может быть в контексте именно желания что-то для человека делать. Поэтому, поэтому, вот, это несколько разные вещи, на которые, я надеюсь, вы обратите своё внимание. После, вот, прослушивания моего, моего, например, ответа. Да? Вот. Дальше идём. Вы пишите, значит, знакомства в основном по интернету. Почему? Почему не в реальной жизни, где вы могли бы быть, как мне кажется, куда более свободны, где у вас была бы альтернатива, где вы могли бы продемонстрировать, что мужчина не единственный, по крайней мере, для вас. Ну, вот, почему, почему в основном в интернете, с чем это связано, что в основном в интернете вы знакомитесь с мужчинами? Вот это, на мой взгляд, важный момент, на который вам необходимо обратить своё внимание. Да? Люди знакомятся в интернете в основном, когда они так же, как и вы, акцентируют внимание на отношениях, на личной сфере. Вот. И люди знакомятся в интернете, как правило, когда есть какой-то, я бы сказал, неудачный опыт. Да? Как бы. Вот. Когда есть неудачный опыт, когда есть неудачный опыт отношений. Но знакомства в интернете, к сожалению, как раз таки, только и делают, что ещё больше, акцентируют внимание на гендерных отношениях. То есть ещё больше и больше и больше уделяется внимание собственно отношениям. И мало уделяется внимание личностной связи между людьми. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Я стараюсь максимально подробно здесь, как бы, раскрывать смысл того, что я говорю. Дальше. Когда завязывается хорошее общение с мужчиной и идёт инициатива встречи от мужчины, я её очень набоюсь. Правильно, потому что здесь, что называется, слишком высокие ставки. Вот. Слишком много поставлено на карту, что называется. А отношения, в свою очередь, оказывается, как бы перегружены на тему. Нет лёгкости, нет непринуждённости. Возможно потому, что вы и с мужчиной встречаетесь из некого такого чувства, чувства дефицита. Что вам чего-то не хватает, что вы в чём-то нуждаетесь и у вас всегда стоит вопрос. А вот я сейчас на встречу с ним пойду и смогу ли я получить как раз вот то, что хочу. А если не получу, то что хочу. Понимаете об этом, понимаете, да? О чём здесь идёт речь. То есть это вот как раз такая чрезмерная заинтересованность в отношениях и поиск мужчин, оксцентрированность, то есть там по типажу, по препочтениям, создаёт несколько иллюзорную и мешающую, на мой взгляд, привлека... 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 ...для такого человека. К сожалению. Понимаете, да? Дальше. Идём. Значит, боюсь. Чего боитесь? Я поняла, что страх близких отношений и разочарования, плюс отрицательный опыт родителей. С этим нужно работать. Это хороший запрос в общем и целом на психотерапию. То, что вы описываете. Это именно что хороший запрос на психотерапию. Вот. Правда, из вашего сообщения не совсем понятно, хотите ли вы этим заниматься. В смысле, хотите ли вы заниматься психотерапией здесь? Или? Нет. По крайней мере, я не очень понял. Или вы думаете, что вы справитесь сам. Из-за нарратива вашего текста данные моменты не являются, к сожалению, очевидными. Вот. Хотелось бы тоже, чтобы вы несколько постарались это прояснить. Дальше. Всё это, как я поняла, меня тормозить не дает сделать шаг на встречную счастье. Почему вы считаете, что счастье именно только мужчина? Счастье ваше, стройцы и вот вы. Другие люди могут быть, так скажем, с вами в этом счастье. Но другие люди не есть счастье. Если для нас счастье это как раз-таки другой человек, то вполне вероятно, что именно этот аспект является тормозящим фактором. Нет, конечно, вы, безусловно, вы боитесь близких отношений, у вас сейчас обязательный опыт родителей. Вот. Это понятно. И с этим нужно работать, безусловно. Но всё же, всё же, на такой, я бы сказал, чисто поведенческой парадигме, на чисто поведенческой парадигме. Проблематика здесь заключается именно в том, что для вас это счастье. Ну, то есть вот, мужчина, да, это ваше счастье. И когда человек воспринимается как счастье, он и ценится, такой человек гораздо больше. И ценится он куда больше, чем это адекватно. И общение с ним складывается совсем не так. Конечно, нужно ценить людей. Это правда. На данном случае речь идёт скорее о переоценке, нежели чем о том, что вы реально цените человека. Потому что сюда добавляются ещё ваши собственные патры. Дальше. В итоге до первой встречи так и не доходит. Мужчина устает ждать, находит другую девочку, основывая депрессию, кусая локти, ругая себя. Вот имеет смысл, по-моему, чем это за вас так важно. Вот, имеет смысл на эту тему подумать. Да? То, что это важно, никто не спорит. То, что это важно, никаких, как бы, вообще сомнений не возникает. Но, вопрос заключается в другом. Чем для вас это так важно. Вот, что, на мой взгляд, является здесь ключевым. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы увидите связь. И повторюсь, не стоит рассматривать данный аспект, как именно такую попытку вас переключить. Просто ваша позиция в отношениях сейчас за счет перегруженности, как мне кажется, не позволяет вам быть собой. И не позволяет вам таким образом раскрывать свой потенциал. Который у вас, безусловно, есть. Которого у вас, безусловно, много. Но, который вы, как мне кажется, не реализовываете. И не реализовываете вы его. Совершенно не просто. По крайней мере, постараюсь. Так мне это видится. Естественно, я могу ошибаться. Дальше. Вот вы пишите, я снова в депрессии. Кусалок ругает себя. Ну, что вы вкладываете в я снова в депрессию, хотелось бы выяснить. Потому что, вообще-то, депрессия – это заболевание. Вот. Это серьезное психическое заболевание, которое диагностируется врачом и назначается в том числе медикаментозное лечение. У вас есть диагноз – депрессия. Или вы это так называете. Дальше. Вы говорите, я себя ругаю, кусаю локти. Довольно интересный момент. Вы здесь запрещаете себе как будто бы ошибиться. как будто бы отношения для меня настолько важны, что я не могу ошибиться в их построении. Понимаете, да? Это тоже чрезмерная важность отношений, которые тоже вам скорее всего мешают. Понимаете, да? Я надеюсь. О чем идет речь? Дальше. Так. Первый раз я познакомилась с мужчиной на сайте знакомств три года назад. Побоялась встречи, о чем потом сильно пожалела. Чего побоялись-то. Второй раз была в прошлом году. Еще я поделилась с мужчиной, что уже выпускала понравившегося мужчину. Моя ошибка. Почему? Может еще это стало поводом найти ему другую девочку. У вас проблемы с доверием. Два этих мужчины были очень похожи по внешности, по характеру. Было общение по телефону. Это как-то связано с характером и внешностью? Боюсь, что таких больше не встреч. Что для вас это значит? Что вам нужны именно такие? А если встречаться, то не знаю еще когда. Почему для вас это так важно? Почему для вас это так важно? И именно определенного мужчину встретить. Дело не только в симпатии. Дальше. Когда не иду на встречу, у меня появляются мысли, что вдруг я ему не понравлюсь. Откуда? Проблема самооценки. Есть девочки красивее меня. Да. Сравнение себя с другими. Хотя я симпатична. Ну, вы себя не чувствуете. Это очевидно. Не верю, что могу понравиться мужчине. Как думаете, откуда это? Который нравится мне. А как он вам нравится? Хожу на встречу только с мужчинами попроще. Тут самооценка. Но с другой стороны, здесь есть стереотипность. Вы даже с мужчинами попроще. Подскажите, как побороться на свой страх и поверите себя, что я тоже достойный любви и хороших отношений. Это психотерапия, Светлана. Боюсь рисковать, вдруг ничего не получится. А что вы теряете? Хочу каких-то гарантий, что все будет хорошо. Ну, такие гарантии вы не получите, потому что в отношениях гарантий не было. Вот. Так что то, что вы не хотите рисковать, это тоже в некотором смысле показатель вашего отношения к себе. В отношениях вы пытаетесь решить вопрос своей полноценности. Не знаю, замечаете вы это или нет. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Но, так или иначе, работать вам нужно именно в этом направлении. Вот. Если, если вы хотите построить на самом деле серьезные отношения, если вы хотите как бы, ну, выстраивать именно зрелые партнерские отношения. Вот. А пока что то, что вы говорите про стереотипы, про мужчин попроще или посложнее, здесь идет привязка. Идеализирую одно, обесцениваю другое. Это скорее показатель, больше показатель незрелости, нежели чем зрелость. Естественно, не нужно отказываться от того, что вам нравится. Но и ориентироваться, как мне кажется, нужно на несколько, я бы сказал, ну, другие вещи, не те, на которые вы ориентируетесь сейчас. Эти вещи важны. Но и в то же время обращать внимание и на другие аспекты. А вот на другие аспекты, как раз таки, вы свое внимание не обращаете, а как, например, вы не обращаете внимание на то, что вы находитесь в тотальном дефиците, дефиците. У вас тотальный дефицит, тотальный дефицит практически всего. Начиная от своей ценности и заканчивая, как я предполагаю, заканчивая тем, что вы чувствуете себя в какой-то степени нералево. Вот. И то, что вы знакомитесь в интернете, на мой взгляд, совершенно не случайно. Побарывать страх не нужно, повторюсь, у этого страха есть свое основание, он часть вас. Вот. А с принятием себя и самооценкой, страхами нужно, можно и нужно, точнее, я бы сказал, по работе. Но, естественно, только если вы сами в этом заинтересованы. Пока у меня есть вопрос относительно того, готовы ли вы к психотерапии, например, или нет. Вот. Хотите ли вы психотерапию, например, или нет. Ну, то есть, вот, как бы, ну, хотите ли вы заниматься или нет. А без нее здесь ситуацию, в принципе, не разрешат. Что ж, на этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Подумайте над вопросом. Вот, значит, вы спрашиваете, подскажите, как побороть себя и поверить, побороть свой страх и поверить в себя, что я достойна любви. Как это, значит, относится с тем, что вы говорите, что у меня страх серьезных отношений и разочарование, плюс отрицательный опыт родителей. То есть, вот, вот вы считаете, что вы просто поборете свой страх, поверите в то, что вы достойны любви и все. И ваше отношение к разочарованию, страх близких отношений и отрицательный опыт родителей, что возьмет и просто испарится? Нет. Потому что разочарование, если человек боится разочарований, это говорит о том, что он перекладывает ответственность себя на другого человека. Это другой человек ответственный за то, чтобы мои ожидания оправдались, а не я. А вы таким образом становитесь просто более зависимым от человека. Почему? Потому что ваше желание, ваша удовлетворенность, ваши потребности зависят от него. Удачи вам! Всего самого доброго! Субтитры сделал DimaTorzok